Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Геннадий Филин, руководитель группы «Филинс» и Станислав Глушенков, музыкант. Итак, 15 февраля в МКЦ, насколько я знаю, пройдет день рождения рязанского джаза. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, об истории рязанского джаза, почему выбрали днем рождения именно этот день и почему решили отмечать его концертами. Ну, я начну, поскольку это вообще идея Стаса, и получится так, что я его как бы представлю. В прошлом году Стас, а мы с ним вместе еще в Рязанском радиотехническом институте учились, выдвинул такую идею учредить день рождения рязанского джаза, потому что, в принципе, много что в городе проходит, и предложил идею связать день рождения рязанского джаза с именем Александра Семечкина. Александр Семечкин – это такой был саксофонист в Рязани. К сожалению, был. Да, он умер вот в прошедшем году, и Стас предложил сделать просто концерт, джемсейшн в кафе Фонтан. Ну, в общем-то, это мероприятие состоялось. То есть он пригласил Сашу Семечкину, он последние годы жил в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, собственно говоря, вот Александр приехал, мы сделали замечательный концерт, и появилась тогда идея, в общем-то, во что-то это большее такое превратить, потому что, ну, как бы интересно. И, в общем-то, вот в этом году мы и решили это сделать, организовав уже концерт большой. Сегодня можно говорить о таком понятии, как рязанский джаз? Вот что он из себя представляет? Представляет, каким-то образом это развивается, появляются новые коллективы, увлечённые именно этим направлением музыки? На самом деле джаз явление, как бы, с одной стороны, очень локальное, а с другой стороны, все проникающие во все, как бы, остальные виды искусств. И, конечно же, каждое территориальное какое-то образование вносит свой, так сказать, особый вклад. Пускай маленький, незаметный, но всё-таки он есть. Я думаю, что именно рязанский джаз, он всё-таки чуть-чуть отличается, скажем, от тульского джаза. И хотя представителей и того, и другого не так и много, я просто общаюсь вот как бы с другими музыкантами с областей. Мы немножко разные, хотя, в общем-то, в целом всё это в одной стезе музицируем. Я знаю, что ваша группа, группа «Филинс» – это группа именно джазовая. Вот кроме вас, есть у нас ещё в Рязани джазовые коллективы? Коллективы, если да, можно ли их будет услышать вот на этом концерте 15 февраля? Ну, я просто перечислю вот те коллективы, которые так или иначе связаны с джазом. Вот мы уже сказали про группу «Филинс», про коллектив Стас Лушенкова, а у него как раз в коллективе будут иногородние музыканты. Стас, из каких городов у тебя будет? С Москвы. Из Москвы. Вот, видите, как здорово. А «Мама джаз» – знаете такой коллектив? Да, конечно. Фейл Крусталёвый, да? Вот, замечательный коллектив, локальные квартеты, плюс ещё инструментальный состав. Это большой очень проект, который рязанцы очень любят, и не только рязанцы. Есть ещё такой, например, «Диксилайт Бенд». Это «Диксилент». Есть такая форма джаза, это где несколько музыкантов, которые играют на духовых инструментах, объединяются, и играют замечательную, очень весёлую музыку. И она в своей основе джазовая. Вот, руководитель этого коллектива – Дмитрий Климанов. И коллектив этот существует тоже очень давно. Я даже точно знаю, сколько он как муниципальный коллектив существует, потому что он существует ровно столько, сколько существует группа «Филинс». 17 лет, будет 18 уже. Вот, он тоже будет принимать участие. Оркестр. В МГЦ есть оркестр. Вообще, это духовой оркестр в своей основе, руководитом Владимир Иванович Ермаков. И он превращается иногда в биг-бенд. Настоящий джазовый биг-бенд. И у них, естественно, джазовый репертуар, поскольку любой духовой оркестр, он вообще просто прям в своей основе, он всегда обязательно джазовый. Ну, молодой такой вот проект, как Коля, Мора. Вот, замечательно. Есть замечательные, да. Да, такие молодые музыканты, как Григорий, вот, и Шаланин, и Николай. Даже они побили какие-то чарты по скачиванию, потом выложили альбом на интернете, да. Я не знаю, как это все точно называется. Ну, они даже обогнали такого музыканта, как Дидюля. И даже Рамштайн, что вообще как-то просто удивительно, что такие ребятки, с которыми ты общаешься каждый день, способные на такие вот, как бы, всплески. Я так поняла, что уже во второй раз, да, будет проходить этот концерт в этом году. Второй концерт, да. Как изменился формат за этот год? Почему вы решили расширить, увеличить? Я еще добавлю, почему решили расширить. Вот будут еще дети из студии «Созвездие добра». Все больше детей занимаются джазом. Учатся импровизировать. У нас в Рязани это больше вокалисты, но это вот отчасти связано с, как бы, с тем, что происходит в «Созвездии добра», потому что это такая кузница вокальных кадров. Но там есть замечательные педагоги, например, Оксана Алешина, которая сама джазовая певица, и она учит детей петь джаз. Поэтому вот очень здорово, что так получается. Ну, посмотрите, сколько мы перечислили. Разве ты упихнешь, во-первых, в кафе, и здесь был простой трансфейшн. Ну, во-первых, концерт уже ясно будет из двух отделений. Я еще добавлю, возможно, будет еще «Сити-бэнд» из ДК Априокского. И еще я забыл пригласить Дмитрия Елькова. Мы его сейчас только что обсуждали. Есть еще такой замечательный музыкант, саксфонист и певец. И он способен собрать замечательные ансамбли. Он и есть. Поэтому, понимаете, сделать это возможно только уже в рамках большого концерта, да еще и причем в двух отделениях. Кому, с вашей точки зрения, будет интересно посетить этот концерт? В каком плане? Может быть, кто-то не знаком с джазом, тем более с рязанским джазом. Кто-то считает эту музыку, знаете, из разряда интеллектуальной, дескать, я вот этого не пойму. Может быть, стоит просто попробовать прийти послушать и тем, кто не сталкивался с этим ранее? Ну, однозначно надо идти и слушать, кто сталкивался и кто не сталкивался. Нет, музыки сложные или простые. Есть музыка хорошая и плохая. Если она, если будет она хорошей... Просто музыка, да, рязанка. Да, даже просто музыка, не обязательно джаз, то она должна понравиться, она должна найти отклик. Это же резонанс с нашими душами, понимаете? Если все, что делается искренне, а уж даже джаз точно делается искренне, потому что он коммерчески невыгоден, понимаете? Хотя есть, конечно, у него и коммерческая составляющая, но уж это самое искреннее искусство, это уж точно. Каким-то образом вы планируете, то есть я так понимаю, что это войдет в традицию, да, каждый год? Хотелось бы, хотелось бы, да. Ну, так хором, блин. Насколько хватит сил, все это дело, на самом деле, это не совсем просто, это надо снять зал, как тот, хорошо, Геннадий Анатольевич, как-то в этом деле сподвигнул МКЦ там какими-то своими усилиями, и получилось в большом зале. Я добавлю здесь все-таки один момент. Этот коллектив, все, которые перечислили, практически все, они муниципальные. То есть, вы понимаете, это очень здорово. Я хочу поаплодировать нашему городу, что здесь так много коллективов получают, хоть и небольшие, но зарплаты. Потому что это очень дорогого стоит. И такая ситуация далеко не везде в нашей стране. Рязанский джаз, можно сказать, поддерживается на муниципальном уровне. Я правильно выразился? Да, вот так и есть. Это удивительно. А с чем, вот с вашей точки зрения, это связано с каким-то особенным уровнем культуры Рязани? Ну, я добавлю. Во-первых, это произошло в 90-е годы, когда возник МКЦ, например. Особую благодарность хочу сказать Павлу Дмитриевичу Мамату, который тогда был главой города. И это было вообще удивительно, что это произошло. И замечательно. Сейчас перекину мостик в другой, а то забуду. Знаком я с таким выдающимся музыкантом, общественным деятелем, продюсером, как Игорь Бутман. Все, наверное, знают. Народный артист России, замечательный сексофонист, который делает невероятно много для джаза. И как гениальный исполнитель, и как гениальный организатор. Он сейчас вошел в мировую элиту. И что я хочу сказать, к чему я это все говорю. ЮНЕСКО и ООН в 2011 году учредили Международный день джаза. Он проходит 30 апреля. Каждый год выбирается город. Это какой-то большой город на нашей планете, где праздновался этот праздник. И вот в 2017 году комиссия ЮНЕСКО постановила праздновать Международный день джаза в России, в культурной столице России, в Санкт-Петербурге, за особые заслуги России в развитии мирового джаза. И я к чему все это планю. Вы понимаете, это, конечно же, огромное событие для нашей страны. Оно поддерживается, конечно, на уровне государств, Министерства культуры, потому что это очень серьезно. На это мероприятие приедут так называемые боги. Куинси Джонс, великий музыкант, продюсер. Если даже кто не знаком с джазом, то знает Майкл Джексона. А Куинси Джонс был продюсером Майкла Джексона. И вот то, что в Рязани пройдет день рождения рязанского джаза, в Рязани много чего проходило в джазовой сфере, разные фестивали. Но вот это мероприятие, чем оно будет отличаться? Что оно вообще будет сделано в этот раз абсолютно без какой-то либо коммерческой подоплеки. Никаких спонсоров, ничего. И вот коллективов, которых мы перечислили, рязанских, очень много. И они очень, я бы сказал, высокого уровня. То есть, то, что произошло с джазом в России, вот это вот событие, что Международный день джаза будет отмечаться в России за особые заслуги России в развитии мирового джаза. И то, что в Рязани будет день рождения рязанского джаза именно вот рядышком. Понимаете? То есть, это явно какой-то новый виток. Пусть он качественно по-другому происходит. Это очевидно. А что вы подготовили для этого концерта и чем порадуете слушателей? Ну вот лично я ничего такого не готовил. Я постоянно занимаюсь музыкой в нервы своих сил. И постоянно стараюсь прорессировать. И играю с разными музыкантами. И как бы вот то, что у нас есть, то и мы в силах показать, то мы покажем на этом концерте. Совершенно аналогично могу сказать, что мы тоже покажем то, что мы можем. Опять же, мы сделаем выступление с детьми. И вот это вот здорово. И каждый коллектив также выйдут и сыграют то, что они могут, то, что хотят. Вот каким образом вы видите развитие, ну можно, наверное, сказать, для этого проекта, для этого концерта? Может быть, в следующем году на день рождения рязанского джаза вы пригласите еще кого-нибудь уже не из Рязани? Ну, вполне возможно. Вот в этом году Стас-то играет с музыкантами уже не из Рязани. Ну, группа «Филинс», естественно, тоже на это гораздо, потому что мы всегда взаимодействуем, играем с музыкантами из других городов, из разных стран вообще просто. Поэтому не будем загадывать. Самое интересное, чтобы... Сейчас вот мы делаем это своими силами, но чтобы праздник подрос, да, если тем более день рождения рязанского джаза. Это серьезно звучит. Ну, надо, чтобы нас, конечно, по-настоящему поддержал соответствующий представитель органов власти, естественно. И для бизнеса джаз очень важен, потому что принципы джаза – это принципы импровизации. Это знаете, что такое джаз – импровизировать? Это никогда не ходить по одному и тому же пути. Это мы берем и что-нибудь изменяем. Вот. Но изменяем по законам гармонии, мелодии и ритма. Так, чтобы было красиво и гармонично. И эти законы применимы в любой сфере, и в бизнесе уж точно. Ну, вот сейчас у вас есть возможность напрямую обратиться к рязанцам, к телезрителям и пригласить их на ваш концерт. 15 февраля, это четверг, в 18.30, приходите в МКЦ на день рождения рязанского джаза. Будет замечательный концерт. Лично я буду стараться изо всех сил. Я буду ярок, эффектен, я думаю, и незабываемым. Еще по поводу, как бы вот, что нового будет в следующем году. Ну, что может быть нового в музыке? На самом деле тяжело что-либо изобрести, но есть такая штука, как заражение этой, как бы, музыкой и добротой других людей. Если молодые музыканты хоть как-то на это откликнутся, они начнут там, перестанут играть три аккорда и добавят хотя бы еще парочку, и хотя бы туда надстройчик добавят, это уже будет здорово. И на самом деле вот с Рязани люди-то выбиваются в такие высокие, большие музыканты. Вот, например, Ксения Акимова. Если вы видели голос, допустим, два года назад, когда певцы проходят мимо оркестр, то сидит такая девушка с такой белой копной волос, светлые. И это вообще дама с рязанскими корнями. Ей всего там сейчас, может быть, 28 лет, но до 30 лет. Феноменально просто играет, выше всяких похвал. В общем-то, не могу сказать, что это музыкант мирового уровня. При таком молодости это выходец из Рязани. Ну что ж, будем надеяться, что уровень рязанских музыкантов будет расти, что они будут выходить на федеральный уровень, на мировой. Ну а вам мы желаем удачи в организации концертов, в вашей творческой деятельности. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Ну а на этом мы заканчиваем нашу программу. Желаем телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.